Чё? Чё вот сейчас вот это вот думала? Всем привет! И дальше как-то я снимала видео «Карта времени Корео», где я рассказывала об исторических сериалах, снятых в Южной Корее, в хронологическом порядке, ориентируясь на сюжетную линию, то есть в каком времени происходили действия, которые нам показывали в сериале. Почему видео называется именно так? Я рассказывала в том самом ролике. Посмотрите его, если ещё не видели. Ну, а это его вторая часть. Я посмотрела ещё 10 исторических сериалов и готова вам о них рассказать в хронологическом порядке. Кстати, обо всех этих сериалах, как из того ролика, так и из этого, вы можете узнать из инфобара, который находится внизу. И там они перечислены именно в хронологическом порядке. С указанием времени, если это касается сегодняшнего с нами видео. Итак, понеслось. Первая драма, которую я вам хочу рассказать, называется «Хроники Аздаля». Вообще-то они пишутся как «А-са-да-ля», но мне почему-то так хочется пронести Аздаля. Вообще, это там, если происходит аж до нашей эры, в третьем веке. Самое первое корейское государство, если я всё правильно понимаю, я специалист в истории Кореи, назывался «Древний часон». И был он создан из-за памятных времен, и сериал повествует именно о том, как он создавался. Очень интересно, и что я хочу добавить, как человек, который я посмотрела уже прилично такое количество корейских сериалов, он очень нетипичен, он очень непохож, и мне было дико слышать имена. Они очень такие нетипичны для корейцев, и хотя я по-прежнему не способна в корне запоминать корейские имена. Здесь какие-то такие имена, они похожи чем-то на имена эльфов Толкиена. Вот, или на имена, я не знаю, каких-то скандинавских богов. Вот, само слово «Аздаль» вот отдаёт чем-то скандинавским, вам не кажется? В общем, очень интересный сериал. Там три сезона, в каждом по шесть серии. Если вы где-то нашли в интернете, забили там смотреть хроники Аздаля онлайн, и он вам выдаёт 18 серий, значит, вы набрели на ресурс и выложены сразу все три сезона. Концовка там очень открытая, она прям так и вопьёт на продолжение, снимите продолжение. Она даже более требовательно об этом вопит, чем в «Дара мялые сердца». Но мы идём дальше. Дальше. Следующий сериал называется «Чумон», и мне так хочется добавить в конце букву «Г» «Чумонг». Если происходит чуть-чуть позднее, чем предыдущий сериал, это уже 37-й год нашей эры. Древний Чусон давно уже канул в небытие, и наш главный герой мечтает его поднять, воссоздать, сделать свои земли такими же великими, объединёнными, как то государство, и бросает на это все свои силы. Следующий сериал, он происходит, он необычный, он происходит с... В общем, главный герой там, внук Чумонга, называется драма «Королевство ветров». Это четвёртый год уже нашей эры, прошло 30 лет, правит Юрий, сын Чумонга, это государство Когурё, но вообще главный герой там, именно внук Чумонга. Очень примечательно, в чём необычность? Очень примечательно, что внука Чумонга играет актёрка, который играл самого Чумонга. И это не единственный дубль. Мужчина, который играл мудрого, очень такого и доброго старца в Чумонге, здесь играет уже негодяя. Но мы дальше переносимся гораздо позже во времени, а именно уже в 900-е годы нашей эры, правит у нас Хэй Джо, называется драма «Сияй или сяди с ума». Ну секундочку, чтобы вы понимали, действия этого сериала происходят в ту же эпоху, в которой происходили действия сериала «Алые сердца». Но, конечно, это на ваш суд, который из драма лучше, но если спросить меня, мне кажется, «Алые сердца» всё-таки лучше. Они, в них, у обоих есть комедийная составляющая. Но «Алые сердца» со временем становятся всё взрослее и серьёзнее, и уже в конце сериала просто сердце не выносит того беспредела, что происходит на экране. А здесь всё как-то так шутино, как-то так играючи, как-то так, можно сказать, легкомысленно. Ну так. И главный герой такой вообще, по идее, это серьёзный парень должен быть, тот самый Четвёртый принц. Ну, ведёт себя, как, иди-ка извиняюсь, перед поклонниками, шутливый дурачок такой, миленький. Он всё время шутит, придуривается, строит из себя такого просточка, хотя на самом деле это не так. Но всё-таки я воспринимала эту дараму скорее как комедийного плана. И я была дико расстроена, когда два лысых царств и принцы, они такие харизматичные. За каждым стоит какая-то история, ты у каждого понимаешь характер, почему он такой, что с ним вообще, что это за человек. И все они такие сияющие, яркие, запоминающиеся. Я до сих пор помню каждого из них. Здесь мы видим двух принцев. Это Четвёртый и Восьмой. И Восьмой меня здесь, извиняюсь, дико раздражал. Вот просто он такой навязчивый. Он ходил к своей романтической симпатии просто каждый день. И я просто сидела такая, думаю, ну ты мне надоел. Вот просто уже надоел. И вот я стараюсь обычно негативно не говорить откровенно, а в чём-то в своих видах. Я стараюсь быть деликатной. Мне не всегда, конечно, это удаётся. Но здесь, ребят, я просто не могу сдержаться. Такое прилипчивое. Следующий сериал. Действие его происходит гораздо позже. Это 1400-е года нашей эры. Называется «Прислуга». Правит Джон, он же Либан Вон. Его можно наблюдать в становлении в дарами шесть летающих драконов. И это классный сериал. Он, правда, почти идеальный. Вот чуть-чуть ему не хватает до того, чтобы быть таким же чудесным, как императрица Ки, который у меня в моём личной толпе занимает одну из первых строчек. Но всё-таки почти совершенство. Итак, о чём речь? Девушка из знатной семьи попадает в беду. Дело в том, что её отца обвиняют в измене. И в связи с этим она становится рабыней, попадает в дом богатой, прислуговой, и начинает с включения. Конечно, она жаждет отомстить. Конечно, она жаждет восстановить справедливость. И в этом ей помогают мужчины. И вот, мне кажется, одно из слабых мест этого сериала, ладно, когда много мужчин любят одну девушку, действительно, если она обладает красотой, харизмой, интересным характером, личность у неё такая яркая, это не может не привлекать внимание второй половины человечества. Но любовь, любви, рознь. И если там, допустим, сколько-то человек любят одного и того же другого человека, то эта любовь разная. То есть один способен отдать свою жизнь, другой, значит, не способен отдать жизнь, а способен чем-то там пожертвовать. Менее значимым. Третий, вообще, в первый же момент, когда от него потребуют что-либо во имя этой заинтересованности романтичной, скажет, да, ну у вас всех, я пошёл домой спать и бухать. И, я не знаю, смотреть в голову. Здесь же все мужчины поголовно заинтересованы в главной героине, готовы просто за неё жизнь положить. И это, мне кажется, немножечко всё-таки... Ну, не верю я. Очень рекомендую. Далее, Солнце в объятиях Луны. Так, это уже почти 1500-й года. Это, собственно, конец 1400-х. Солнце в объятиях Луны. Правит в начале сериала Сон Джон. Ну, ребят, я опять не рушу свои правила, ни о чём не говорить негативно. Мне дался этот сериал не сразу. Было несколько попыток начинать его смотреть. Я бы не назвала его историческим. Ну, просто людей обрядили в исторические костюмы. Ну, просто их... Некоторые фразы, они такие, ну, несовременные. Всё. На этом всё историческое заканчивается. Это просто романтическая история, отмещенная в рамки истории. Прошу прощения за тавтологию. И, кстати, не очень она правдивая, потому что вообще каждый раз, когда я досматриваю исторический сериал, я лезу в сеть и смотрю, как там было всё на самом деле. Смотрю, что стало с главными персонажами, их судьбу-судьбинушку. В данном случае я тоже полезла в сеть. Ну, уже потому, как развивались события сериала, я догадывалась, что на самом деле было немножечко иначе. И я оказалась права. Там было вообще иначе. В общем, кому понравится эта история? Романтика, которая не шибко заморачивается насчёт правдивости исторических событий. Я понимаю, что все художественные исторические сериалы, то и художественные, чтобы так был вымысел. Ну, из такой степени. Поэтому, если вы любите просто красивые истории, миленькие, пусть и наполненные шаблонами, то вот, пожалуйста, смотрите, вам понравится. Но если вы более такой требовательный очень зритель, которому недостаточно просто красивого кадра и милой романтической истории, то вам, пожалуйста, что-то такое посмотреть. Вот я требовательная, и оттого моя оценка этой дорамы достаточно такая средненькая. Уже 1500-й годам государство Чосон у нас уже. Называется Бунтар Холь Гин Дон. Правит Йон Сан Гон. Это 50-й ван. И на самом деле это дорама о корейском Робин Гуде, скажем так. И на этом я могла бы закончить свое описание краткое. Ну, и еще чуть-чуть надбавлю. В общем, считается, что может иногда родиться ребенок, который будет очень сильным. То есть в 5-летнем возрасте сможет держать, вырвать, я не знаю, дерево из земли. Такое толстое. Такое прям не березку, не саженец, а вот прям дуб. И вот этот Бунтарик, он Гильдон, и как его так, мы все поняли, что у меня проблемы с корейскими именами. И является тем самым ребенком. Шикарная история. Смотрите, облизательно смотрите. Далее у нас уже середина 1500-х годов. Называется дорама «Выживание в чувство». Она свеженькая, с пылу, с жару. 19-го года производство. По-моему, даже первые годы. Еще ее не весь есть с озвучкой. Правит у нас Мюн Джон. На секундочку, если вы смотрели сами данный дневник «Света», то это именно вот та эпоха. И я вот ранее упоминала дораму Бунтарь, Хон Гильдон. И не исключено, что события, которые происходят в сериале «Выживание в чувство». Бунтарь основана именно на тех событиях. Наоборот, Бунтарь основана на событиях «Выживание в чувство». И, кстати, здесь есть перемещение во времени. То есть ныне живущий человек перемещается в прошлое. И при том, перемещается далеко не один. Там весьма интересная компания, опытненькая. Движемся дальше времени. Уже 1700-е годы. Называется «Джек-пот». Правитель Сук-тен. Это вот, знаете, история об истории в рамках азарта. Там азартность играет ключевую роль. Все вокруг, буквально, играют во что-то азартное. Я так много и часто произношу это слово в описании, это дарами. Так вот, неважно, что происходит, что вообще как. Это игра какая-то настольная. Это игра в карты. Да просто спор, пойдет вечером дождь или нет на что-либо. То есть, здесь этого очень много. Но история весьма занимательная. Хотя, порой сидишь и думаешь, ну, давайте уже там, скорее. Ну, и последнее, наверное, для данного видео, дорама. Водыха, конец близок. Войн Пэк Тонсу, 1700-е годы, их середина. Все еще над государством Часон. Правит Йон Джон. Вот вы знаете, конечно же, сколько людей, столько и мнений. И решать, разумеется, только вам. Но, как мне кажется, это, конечно, субъективное мнение. Не стоит смотреть этот сериал. Там очень красивые картинки. Оператор умничка, молодец. Но, блин, там, я извиняюсь за выражение, все так пафосно. Все так... О чем идет речь? Обвиняют в измене одного человека, который, конечно, праведен, справедлив, предан и на измену вообще не способен приорит. И, конечно, его приговаривают к казни, хотя есть шанс на спасение. Но дело в том, что у его жены, вот, вот, должен родиться ребенок. И еще у нескольких жен должны родиться дети. Некоторые уже родили. И, в общем, некоторое время она показывает, как эти дети растут, при каких условиях, что происходит в их жизни. А потом наступает вторая половина, так сказать, этого процесса. Они вырастают. И уже мы наблюдаем за их приключениями в возрастном возрасте. Два главных героя, они похожи на Наруто и Саски из аниме Наруто. Один такой общительный, раскрепощенный, веселый, прям душа по парень. Душа на распашку, забавный, энергичный, с огоньком в глазах. Честная душа, такой прям вот, а второй вечно ходит с одним тем же выражением на лице. Подождите, я забываю, мы еще, мы уже не у всех, ладно, чтобы я не забыла. Старается не улыбаться, старается держать себя в рамках. Очень такой сдержанный, очень такой, ну не хочется, например, слова зажатый, потому что он им не зажатый, но вот что-то близкое к этому. Такой вот сторонница других, старается держаться подальше. И Наруто и Саски, в общем. Ну они, конечно, на протяжении сериала не кричат у Дугу. Наруто, Саски! Наруто, Саски! Вот, но, вот я пока на них смотрела, я вот просто не могла забыть Наруто и Саски. Вот никак вообще. Теперь, да, вот о лицах. Там есть несколько героев. Мне так хотела с лопатой им по-музски, извините, врезать. Вот просто, чтобы изменилось выражение на лице. Вот, я знаю, это жестоко с моей стороны. Да, я очень добрый человек. Но вот у них всё время вот это вот одно и то же выражение лица, вот прям вот так хотелось им вырезать. И даже когда им вырезали там по сюжетной линии, у них всё равно оставалась вот эта вот мозгка к кирпичом. Я, конечно, понимаю, что это обусловлено характерным персонажем, его сутью, его, значит, какими-то ещё особенностями. Ну, блин, как это бесило. Так что вот, если вы вдруг заметили, что у нас с вами одинаковые вкусы и предпочтения, не смотрите. Если вы такого за собой не замечали, ну, смотрите, почему нет. Сериал, в принципе, не такой уж, каким я его молюю. Там есть очень много логических ошибок. Например, в смертельной опасности находится один человечек, и очень близкий ему другой человечек. У меня сегодня ограничены слова на запас, как мы видим. Бежит скорее-скорее за помощью, там, в людное место, на базар. И мы видим, как, ну, вроде побежал человек очень быстро и резво, ну, или через спасение жизни идёт вообще-то на секунду. И следующая сцена. Мы видим, как этот сам человек идёт по базару, такой прогуливающийся походочкой, такой не особо торопливый, встречает знакомого человека, здоровается с ним, тот уходит, этот оборачивается, задумывается, зависает на некоторое время. Типа, а что он тут делает? Задумывается. Потом, ах да, у меня же там спрятельная опасность, и близкий мне человек, без которого я вообще не проживу, надо торопиться. И я такая просто сижу, говорю, чё? Чё сейчас вот это вот было? И ещё один момент, который меня вообще убил. Горит дом. Ну, не дом, сарай, скажем так. Внутри маленький ребёнок. Ну, как маленький. По доску возраста девочек. Распахнув их дым, другие дети, живущие в этом селе, поселении, видят, что, типа, упс, горит там внутри человек, надо спасать. Куда они бегут за помощью? К старости? Нет, не угадали. К самому сильному и выносливому взрослому мужчине этого поселения. Снова мимо. Знаете, кому они бегут? К мальчику. Не просто к мальчику. Это ещё не всё. Почти инвалиду, который едва ходит. Это просто... Это... Что? Что? Как? Почему? За что мне это было? Явлено моему вздозору. Мой мозг не способен наносить подобные... Может, я что-то не так поняла? Из выше озвученных сериалов самые классные. Это... Хроники Астали. Или Астали. Чумонг. Это вообще... Обязательно посмотрите. Не пугайтесь, что там много сетерий. Вы вообще не заметите, как время и пролетает. Вы будете плакать от того, что сериал закончился. Прислуга. Бунтарь Хольгин Дон. И на этом всё. Пока-пока. Ещё увидимся.